Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяний святых апостолов». И сегодня мы будем читать 12 главу этой книги. Эта глава начинается словами В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. Это Ирод Агриппа, племянник Ирода Антипы и внук Ирода Великого. Был возведен в 1937 году императором Гаем Каллигулой. В царское достоинство получил в удел области, принадлежавшие прежде Филиппу и Лисанию. Он умер в 1944 году. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. Зачем это уточнение, что тогда были дни опресноков? Это связано с тем, что в такие святые дни иудеи не должны были заниматься расправой над кем-либо. «И задержав его, то есть Петра, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». То есть здесь мы видим, что очень серьезная охрана была поставлена. Скорее всего, это связано с тем, что Ирод знал о чуде, когда беспрепятственно Петр покинул темницу, когда ангел Божий вывел его из нее. Этот случай уже был. Но здесь он повторяется. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя войнами, скованной двумя цепями, и стражи у дверей стригли темницу. Ирод хотел вывести его на суд. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, похоже, он крепко спал. Обычно человек в такой ситуации не может уснуть, ему очень тяжело. Но мы видим, что Петр всецело уповает на Бога, и он спокойно спит, и ангелу потребовалось толкнуть его в бок. Пробудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его, то есть чудесным образом. И сказал ему, ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Такое случается, когда человек будет среди ночи, какое-то время он не понимает, то ли это сон продолжается, то ли это уже реальная жизнь. Пройдя первую и вторую стражу, то есть там было целое оцепление охранников, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились. Им на ночь такие ворота запирали. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. «Тогда Петр, придя в себя, то есть, наконец-то пробудившись, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Народ иудейский ждал, когда Петра Ирод выведет на суд. «И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Они молились за Петра. «Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, бежав, объявила, что Петр стоит у ворот». Здесь немножко непонятно, почему она от радости не отворила ворот. То есть, услышав голос Петра, а Петр, похоже, был одним из лидирующих проповедников, его голос знали, знали его интонации, любили и ценили, она прежде всего побежала к тем, которые молились за него. «Но, бежав, объявила, что Петр стоит у ворот, а те сказали ей, в своем ли ты уме». То есть, всем было известно, что он закован в кандалы, что там несколько, как бы, таких колец охраны. Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Почему они так говорили? Потому что у иудеев того времени существовало такое поверие, что ангел, хранитель каждого человека, он похож на этого человека. Он даже говорит его голосом. И это было связано с тем, как древние иудеи комментировали борение Иакова сначала с ангелом, а потом его встречу с Исафом. Там есть очень интересная такая взаимосвязь. Поэтому они решили, что это ангел его, то есть не сам Петр. «Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его, изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, потому что шуметь не надо было, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. Но мы знаем, что его вывел ангел. Но ангел, как я часто объясняю, он никогда не действует от себя. Он всегда выполняет волю Бога, поручение Бога. Ангел и есть поручение от Бога. И ангелы так стремительно выполняют волю Бога, что для каждого поручения дается новый ангел. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомите о сем Иакова и братьев, то есть и остальных верующих». Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлению дня, между войнами, сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. То есть они так усердно его охраняли. Ирод же, поискав его и не найдя, то есть похоже, что Ирод, прибежал и сам осматривал тюрьму, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. И вот далее описывается смерть Ирода. Ирод был раздражен на Тириан и Сиданян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, назначенный день для заключения мира, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека. То есть он в царских одеждах, в величии, в славе, но человеческое величие, человеческая слава, все это очень переменчиво, все это очень быстро пролетает. В одной стране президент этой страны произнес такую фразу. Я не заметил, как пролетел мой первый срок президентства, а второй пролетел еще быстрее. А до этого была целая жизнь. Действительно, когда человек у власти, он все равно, что человек, который взял в пригоршне воду, он не может ее удержать. Все пролетает быстро. А тут люди восхваляют его, как Бога, и что происходит? Но вдруг ангел господин поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. То есть он падает с этого своего престола, изъеден червями, умирает. Слово же Божие росло и распространялось, а Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв собою Иоанна, прозванного Марком. То есть получается так, что смерть Ирода — это 44-й год, это Ирод Агриппа, племянник Ирода Антипы, внук Ирода Великого, а возвращение Варнавы и Савла произошло около 46-го года. Итак, мы окончили чтение 12-й главы. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 13-ю главу книги Деяний святых апостолов. Деяний святых апостолов. Деяний святых апостолов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...